У терроризма нет религии, уверены участники семинара-практикума, который прошел в Комсомольском районе. В нем приняли участие представители органов государственной власти, общественности и духовенства, а также известный преподаватель религиовед одного из ведущих вузов страны. Гости семинара участвовали в Олимпиаде на знания основ ислама и православия. Определились лучшие чтицы Корана и псалтыря. Священнослужители и заместители директоров школ совместно с детьми и их родителями обсудили роль и значение межличностных и межпоколенческих связей в профилактике терроризма и экстремистских проявлений. Избежать этих проявлений просто и одновременно сложно. Главное профилактическое средство – простое человеческое взаимопонимание, к которому необходимо стремиться. В нашей практике 90% ситуаций, предотвращенных негативных экстремистских случаев, это ситуация, когда дети доверяли родителям и приходили к родителям с вопросами, связанными с той информацией, которую они получили где-то. В частности, мне молодой человек сказал вот так и так. Как ты считаешь, это действительно правда? Информация, которую принесла девушка в семью, это была действительно ситуация нетрадиционного ислама. Доверие, на котором строились отношения в этой семье, помогло уберечь девушку от беды. Их старшеклассница не попала в организацию экстремистской направленности. Между тем, целевая аудитория у таких организаций – студенческая молодежь. И здесь взрослым и друзьям нужно быть особенно внимательными. Достаточно легко обнаружить, что студент, например, пропал из общежития, исчез с занятий. И всегда это повод вступать в контакт с родителями, выяснять. Были случаи достаточно массовой, попытки массовой вербовки студентов нескольких казанских вузов через интернет. Что же делать, как уберечься от зла? В этом помогут знания и не только светские, но и духовные. Проблема с молодежью у нас возникает. И кто уходит, на самом деле, непросвещенные люди, люди необразованные часто. Крепки, бесплоченные не только должны быть горе, но и по жизни всегда. Поэтому в этот день хочется пожелать всем помощи Божией в этом нелегком труде. Только вместе и при полном понимании реальности угрозы ее можно предотвратить. Пришли к выводу участники семинара. Радион Архипов, Сергей Адушкин, Республика.